ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Добрый вечер, Лиза. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. Я тут из вашего телеграм-канала узнала, что Путин, во-первых, стал миллиардером официально, а во-вторых, сразу же и обанкротился. Расскажите, пожалуйста. Ну вот хорошая новость. Как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Медиаресурс под названием РБК сообщил о том, что Путину завещена коллекция картин, которые по оценке экспертов, которых опрашивал московский комсомольец, я специально говорю, ссылки, кто давал, стоит порядка двух миллиардов долларов. Правда, как только я напечатал это дело у себя в телеграм-канале, мне тут же посыпались комментарии, что это все фальшивки, что это все ненастоящее. Но это еще хуже, что в Путину впарили, что называется, это самое, новодел. Была пара людей, которые досталась коллекция по наследству, была спрятана, потом случайно найдена. Короче говоря, такие русские патриоты решили еще в 92-м году, муж и жена, что они завещают коллекцию российскому государству. Но кто-то их надурил и сказал, что завещание в пользу Российской Федерации составить невозможно, что можно завещать только физическому или юридическому лицу, что прямо противоречит Гражданскому кодексу, где прямо сказано, что можно завещать в пользу государства. Ну и, соответственно, была отписана такая хитрая формулировка и завещание в пользу Владимира Путина как юридического представителя Российской Федерации. Что, в общем, тоже сама по себе формулировка глупая, потому что такого статуса не существует. Ну, короче говоря, появилось завещание на коллекцию картин, которое, если правда, то стоит 2 миллиарда долларов. А если не правда, то Путина накрячили. Ну, то есть, ему пообещали 2 миллиарда долларов, но не дали. Что еще хуже, да, а поскольку, поскольку, видимо, оформлением всего этого завещания, ну, точно совершенно занимались люди из его ближайшего окружения, ну, из администрации президента, лично доверенные линии, да, то вот кто кого в какой момент накрячил, это очень сложный разговор. Вот, ну, значит, ну, это вот насчет того, что стал или не стал Путин миллиардером. В общем, ну, если, то есть, если коллекция настоящая, если верить, если верить, да, что коллекция настоящая, то Путин получил имущество на 2 миллиарда долларов. Вот, ну, и, соответственно, по российским законам он должен заплатить пошлину, ну, которая составляет, там, 0,6 процента. Правда, написали, что не выше 1 миллиона рублей, но если 0,6 процента, то это 12 миллионов долларов. Вот, и, соответственно, это при годовой зарплате, доходе Владимира Путина, там, 10-12 миллионов рублей, мы можем посчитать, что лет за 90 ему еще нужно все свои деньги откладывать, чтобы только заплатить пошлину, иначе он станет банкротом. Ну, в общем, короче говоря, вот такая история, да, то есть кто кого накрячил, то ли накрячили владельцев картин, да, если коллекция настоящая, то ли накрячили Владимира Путина, если коллекция не настоящая. Подставили, выставили его полным идиотом. Ну, наверное, сейчас расстраиваются, думают, какая неловкая ситуация, придется, наверное, отказываться от наследства, от таких произведений искусства. Ну, я уж не знаю, это надо, как это, пресс-секретарю президента задавать эти вопросы. Он лучше знает его настроение, видит, может быть, он иногда его встречает, да, даже видит, чувствует, как это, на расстоянии ощущает его фибра души, вот. Но ситуация, в любом случае, вот с какой стороны ни посмотри, да, что, вот, ну, если коллекция настоящая, то, ну, на самом деле, обманули владельца картин, а Путину сделали огромный подарок, такой вот царский, даже, я не знаю, в общем, более, чем царский, да, а если коллекция ненастоящая, то Путина просто грубо, грубо обманули, тупо обманули, да, вот так, навешали ему лапши на уши, вот, что, ну, наверное, еще хуже, с его личной точки зрения, да, вот там, ну, наверное, получить подарок, подарок 2 миллиарда долларов, ну, конечно, в общем, так, громкая история, да, но если тебя обвели вокруг пальца и выставили идиотом, то это еще хуже. Будем наблюдать за этой коллекцией, будем наблюдать за ее судьбой. За Владимиром Путиным, конечно, наверняка Песков совсем скоро выступит с официальными комментариями и подробно расскажет, что чувствует по этому поводу Владимир Путин. Давайте об экономике, уже не Владимира Путинской, а более глобальной. Генпрокуратура хочет вернуть в гособственность три крупных завода, которые выпускают феросплавы. Во-первых, странно, они объясняют это тем, что неправильно приватизировали эти заводы, но почему-то выяснили это только сейчас. И дальше в комментарии идет информация о том, что вот эта продукция, вопреки национальным интересам, вывозится в США, Францию и Великобританию, которые ведут агрессивную политику в отношении Российской Федерации. Вот тут я что-то запуталась. На что является основанием для возвращения в госсобственность? Основанием для возвращения в госсобственность является то, что эти предприятия производят продукцию, которая пользуется спросом на мировом рынке и, соответственно, видимо, зарабатывают неплохие доходы. Ты виноват хотя бы тем, что хочется мне кушать. И больше здесь не надо искать никакого глубинного смысла. Есть прибыльные предприятия, которые принадлежат неизвестно кому, неизвестно почему, а есть друзья Владимира Путина или приближенные Владимира Путина, или друзья друзей, ну и так далее, которые не прочь по этим делам поуправлять. Пусть это лежит в кармане Российской Федерации, в собственности управлять будет тот другой, явно не Российская Федерация. Вот, собственно говоря, схема относительно того, что там США, Франция, Великобритания ведут агрессивную политику в отношении России, ну это как-то странно, да, потому что, насколько я понимаю, никакой войны и никаких военных действий против Российской Федерации эти страны не ведут и, более того, даже дипломатические отношения поддерживают в обе стороны, да, никто послов не отзывал. Ну, в общем, какая-то странная формулировка и она не является основанием по российскому законодательству для того, чтобы национализировать предприятие, да, когда оно продает продукцию куда-то там, вне запрещенную продукцию, да, продает вне запрещенные страны, никаких торговых ограничений, экспортных ограничений не нарушает. Ну, собственно говоря, это такая вот выдуманная абсолютно история. Вот, а что касается неправильной приватизации, то это очень красивая схема, да, которую Российская Генпрокуратура успешно опробировала, насколько я понимаю, первый раз на Башнефти, да, когда ее забрали у Владимира Евтушенкова, у ее компании «Система». Неожиданно выяснилось через, по прошествии там 25 лет, что что-то там было неправильно сделано, вот, причем за то, что это было неправильно сделано, никто не пострадал из тех, кто принимал решения, но зато пострадали нынешние владельцы, которые там уже, там, несколько раз там компании поменяли руки. И после этого стало понятно, что эта схема, она работает абсолютно без сбоев, что ни один российский суд не будет возражать против требований Генпрокуратуры, которая спала 25 или 30 лет, и, в общем, никто не знал, что компания приватизирована незаконно, и никто не виноват в том, что Российская Федерация никакого реестра госсобственности так и не создала за 30 лет, и не разобралась, какие предприятия, кому, на каком основании были проданы, переданы, разобраны и так далее. Вот, ну, собственно говоря, поскольку оно приносит доход, то аппетит Генпрокуратуры и людей, стоящих рядом с Владимиром Путиным, он только возрастает. Российская экономика, ну, она, конечно, пухнет, как на дрожжах на военном заказе, но, собственно, доходов от этого в ней больше не становится. А вот желающих попилить, поучаствовать в распределении доходов точно становится больше. Ну, вот, попались под руку триферосплавных заводов, ну, и я думаю, что этот список будет продолжаться. Вопрос, будет ли это приносить экономическую выгоду, все-таки, если ты себе что-то забираешь, наверное, ты теперь должен этим заниматься, должен как-то обеспечивать прибыль этих предприятий. Ну, смотрите, забирает собственность Российская Федерация и тут же назначает туда генерального директора, потому что, ну, Российская Федерация, это, ну, у нее такое облако в штанах, которое ничего сама по себе решить не может. То есть, нужно какие-то процедурные решения назначить постановлением правительства и распоряжением правительства решением, поскольку имущество Совет директоров, выписать директивы на назначение генерального директора, ну, или просто отдать своему другу, как, например, с пивзаводом «Балтика» отдали господину Баловьеву. Да, или «Данон» отдали, там, представителю Рамзана Кадырова. Вот, ну, собственно говоря, вот тем или иным образом назначается человек, которому это предприятие, эта компания отдается в управление, ну, что называется, накормление. Ну, и дальше он кормится, он кормится и делится с кем нужно. То есть, экономический эффект для того человека, который будет управлять и для тех людей, кто его ставил, он будет безусловно. Для Российской Федерации вопрос сложный, потому что я думаю, что сейчас эти компании платят налоги от заработанной прибыли. Будет ли прибыль у этой компании после того, как она перейдет в государственные руки, ну, это еще надо посмотреть. Вы делали тут публикацию о том, что в 2023 году число сделок по выходу иностранцев из российских активов сократилось. И почему так произошло? Ну, наверное, многие из тех, кто хотели уйти, ушли в 2022. Во-вторых, ну, а почему оно должно вырасти, тоже не очень понятно. Все, кто хотели уйти, ушли. В-третьих, есть ни одна, как сказать, иностранная компания, ни один иностранный владелец, который владеет российской компанией, не может уйти без разрешения правительства. Да, то есть для того, чтобы продать свои активы, нужно получить разрешение правительственной комиссии. Вот, если правительственная комиссия разрешения не дает, то и продать нельзя. Поэтому здесь как-то, поскольку более подробная информация относительно того, кто принимает решения, сколько принимает решений, сколько компаний лежит в очереди на выход, да, вот в этой правительственной комиссии мы не имеем, то оценивать все это достаточно сложно. По поводу нефти. Что у нас там с перевозкой нефти? Потому что Блумберт пишет, что почти половина танкеров, которые попали под американские санкции за перевозки российской нефти, перестали ее перевозить. Ну, Лиз, я, честно говоря, не то чтобы очень сильно слежу за количеством танкеров, которые перевозят российскую нефть, потому что там есть, что называется, такой легальный флот, например, греческие танкеры. И, насколько я понимаю, они еще не попадали под санкции, потому что они возят российскую нефть, которая в накладных, в товарных накладных оценивается ниже потолка цены. А есть, там, не знаю, несколько десятков, сотни, может быть, с небольшим танкеров, так называемый теневой флот, который принадлежит разным компаниям, которые владеют, там, кто-то пятью танкерами, кто-то тремя, кто-то десятью. Вот, ну, и из них, опять, из этих, там, условно говоря, ста танкеров, так, навскидку, я, опять, список не веду, но, может быть, пять, может быть, десять попали под санкции. Но, если из этих пяти или десяти половина перестали перевозить российскую нефть, ну, в общем, там, это означает, что от трех до пяти танкеров, ну, в общем, как-то вот совсем смешная цифра. Пока российская нефть продается без проблем, Россия в состоянии экспортировать никаких проблем, ну, вот, затыков с тем, что, там, российские компании не могут продать кому-то добытую нефть, тоже не существует. Вот, потом, ну, не надо сбрасываться с счетов, наверное, еще такой фактор, что вот этот вот теневой флот, который закупали российские компании или друзья российских компаний, как правило, это были танкеры старые, уже послужившие, как следует, там, и многое, и основательно. Кто-то из них, может быть, встал на ремонт, да, кто-то из них, может быть, вообще уже списан, как говорится, за непригодностью. Вот, поэтому, ну, и проблема сама по себе, на мой взгляд, не очень большая, да, с точки зрения количества танкеров. И для российских нефтяников это ничего за собой не влечет. Ну, и так, новость есть, а содержания в ней нет. То есть, никакой угрозы, что Россия будет получать все меньше и меньше денег от продажи нефти и газа, нет? Ну, я не вижу. Вот, по крайней мере, на основании этого сообщения агентства Bloomberg, я никаких угроз для российского экспортной выручки не вижу. Вообще, вот, относиться к новостным, вот, таким сообщениям Bloomberg, Reuters или кого-то другого, что вот, мы выяснили, что на этой неделе что-то случилось, а неделю назад было что-то другое. Вот, делать какие-либо долгосрочные выводы, ну, это самая большая ошибка. Ведь им всем, как это, нужно хочется горячих новостей, о чем еще никто не написал. И ты получаешь какой-то факт, какую-то цифру и начинаешь придумать, как бы ее преподнести так, чтобы эта новость, заголовок выскочил на первую страничку. Вот, это и есть качество твоей работы. Но ведь никто же не будет отслеживать эту новость, не знаю, там, через три месяца, через пять месяцев. Потому что появятся новые новости. Хорошо, еще из новостей, которые, возможно, вы отнесете к этой же категории, но спросить мне все-таки хочется. Международный институт стратегических исследований пришел к выводу, что Россия может выдержать еще три года тяжелых потерь на фронте, что ресурсов еще достаточно у страны для того, чтобы еще три года поставлять вооружение, поставлять людей, поставлять технику. Откуда столько средств? Ну, смотрите, когда дается любая оценка, сколько там Россия может воевать в Украине в данном случае, то, вообще-то говоря, неплохо было бы посмотреть на вторую сторону этого уравнения. Ведь Россия воюет не с бетонной стеной, а ведь Россия воюет с украинской армией, у которой тоже есть люди, солдаты, офицеры, генералы, полковники, у которых есть вооружение или нет вооружения, которые чему-то учатся или не учатся, которым западные страны дают больше или меньше. Поэтому все разговоры о том, что там у Российской армии, у Российской Федерации хватит там людей и вооружений на три года, ну, это примерно то же самое, что сказать, что солнце восходит на западе, на востоке, а заходит на западе. Да, и ну да, можно сказать, что на три года. А сказать, а вы на пять лет не смотрели? Не, не смотрели. Вы посмотрели на первый, на второй, на третий год. Ну, и поэтому на три года хватит. А дальше никого не интересует. Там то ли и шаг, то ли поди шаг, что-то закончится. Вот. Мне кажется, что главный вывод, который следует из этого доклада, он состоит в следующем, что российская оборонная промышленность вышла на плато, то есть она резко нарастила объемы производства вооружений, которыми пользуется российская армия в Украине, но подняться выше она не сможет. Да, потому что, чтобы произвести больше снарядов, больше стволов артиллерийских, больше ракет, нужно строить новые заводы. То есть вот нынешние заводы, имеющиеся заводы, они загружены в три смены. Кто-то утверждает, что даже четыре смены, работают семь дней в неделю. И вот физически на этих предприятиях произвести больше невозможно. То есть и этот объем производства российский оборонный комплекс может поддерживать и один год, и два года, и три года, и пять лет, и десять лет. То есть если российский бюджет будет это все дело оплачивать, то почему бы и нет? А почему все это дело не производить? Ну, там, не знаю, вот на 1990 году Советский Союз произвел танков больше, чем все остальные страны мира вместе взятые. Ну, им платили деньги, они и производили. А то, что эти танки потом стояли в Сибири на полях, никого не волновало. Заплачены деньги, вы нам деньги, как это, утром деньги, вечером стулья. Так же и российская оборонка. Вот будут платить, они будут и десять лет производить. Другое дело, что они больше не смогут произвести. И никаких радикальных изменений с точки зрения производства вооружения, через три года не случится. Ну, то есть, там один из недоказанных тезисов, которые в этом докладе имеются, это то, что, например, танки России не производят новые. Она в основном модернизирует старые со складов. И что вот эти вот склады когда-то закончатся, запасы на складах. И что вот в этот момент, где-то через три года, с танками начнутся проблемы. Так же, как и там, возможно, с артиллерийскими стволами. Но я, опять, никакого доступа к данным Уралвагонзавода не имею. Не знаю, что они там производят, что они там могут, не могут. Ну, понятно, что Армата это, ну, в лучшем случае до Красной площади доедет, а уже по Красной площади проехать не может. Вот, поэтому вряд ли речь идет о производстве Арматы. А каким-нибудь там Т-72, Т-90, ну, я думаю, что они в состоянии, если даже они сегодня производят мало, то я думаю, что в состоянии там за год, за другой, они решат технологические проблемы и производить их больше. Да, ну, то есть, если сегодня что-то их реально сдерживает. Вот, что касается людских ресурсов, да, человеческих ресурсов, то пока российская армия наращивает вот свою группировку, там, скажем, как это в Украине, около Украины, и если на момент вторжения она составляла где-то там 300-310 тысяч человек, то сейчас 450-470 тысяч составляет, да. То есть, с учетом мобилизации, с учетом добровольцев, с учетом контрактников, за минусом погибших, раненых и так далее. Но вот российская армия нарастила свою численную группировку практически в полтора раза. Да, и сказать, что вот через три года у России кончится мужчина, желающий повоевать, ну, может быть, за 200 тысяч закончится, но за 300 тысяч наверняка найдутся, правда. А это как-то мы за цену не постоим. Вот, поэтому, вот, знаете, это вот вся одна сторона уравнения, там, что хватит на три года. У меня эти разговоры, этот доклад вызывает примерно такие же эмоции, как разговоры начала 22-го или даже 23-го года, что у Путина вот-вот закончатся деньги на ведение войны. Да, что вот именно из-за этого война закончится, не потому что Украина победит, что Украина получит много вооружений, что военные ресурсы Украины позволят ей одержать победу на поле боя, а что у Путина закончатся деньги. Я над этим делом смеюсь и смеялся, и смеюсь, и буду смеяться, потому что наличие или отсутствие денег в бюджете – это последний аргумент, который Путин будет принимать во внимание, решая вопрос продолжать войну или ее останавливая. Вот, поэтому это доклад, ну, там из него можно попытаться выцедить какие-то цифры, которые вам могут быть интересны для своих аналитических оценок. Но сказать, что через три года ситуация радикально изменится, вот почему-то что-то такое случится в российской экономике, но я бы не стал. И опять самое главное, я повторю то, с чего начал. Этот доклад вообще, ну, в неком смысле бессмысленный, потому что он не говорит, а что происходит с другой страной. Вот что происходит с украинской армией, что происходит с ее вооружениями, в каком состоянии будет она. Да, поэтому, ну, может и трех лет нет, да, может война закончится вообще через полгода, если американский конгресс так и не примет решение о финансировании Украины. Ну, хорошо, но почему вы настолько отодвигаете эту финансовую сторону российскую, может быть, действительно санкции как начнут сейчас работать, как обеднеет Россия и просто, ну, банально не сможет содержать имеющиеся институты, содержать репрессивную машину, содержать тех, кто идет воевать? Сынок, пап, ты что, будешь меньше пить? Нет, сынок, ты будешь меньше есть. Да, и вот, ну, про санкции, про их эффективность, я думаю, что уже бессмысленно говорить. Я там уже десяток раз говорил, наверное, в наших эфирах, и могу там в одиннадцатый раз повторить, или в двенадцатый, или в тринадцатый, что все возможные санкции, которые западная мысль бюрократическая могла придумать, они уже введены. Весь эффект, который могли оказать, оказали, и на большее рассчитывать невозможно. Да, ну, то есть я не видел ни одного серьезного предложения, которое там наносит российской экономике больше ущерб, чем оно наносит ущерб экономикам стран Запада. Да, то есть вот, соответственно, мне, я считаю, что давление экономических санкций на Россию, оно исчерпано. Ну, то есть его больше стать не может. Вот, поэтому все разговоры о том, что у России закончатся деньги, потому что Россия чего-то не сможет продать на внешнем рынке, ну, они отлукавы. Плюс ко всему, не надо забывать, что экспортные доходы в российский бюджет пересчитываются в рубли по курсу. Да, курс, он имеет свойство рубля ослабевать. Да, рубль растет, растет. Вот был 90, потом 92, потом 95, и рубль все больше, больше, выше, выше. Да, ну, если доллар, конечно, выше, но зато рубль, количество рублей в российском бюджете только возрастает. Вот, поэтому вот как-то у меня не получается этого уравнения, да. И на самом деле, вот, когда я пошутил насчет того, кто будет меньше пить, а кто будет меньше есть, ведь уже в этом году российский Минфин поставил Владимира Путина перед вопросом. Господин президент, или товарищ президент, или уважаемый, дорогой, бесконечно любимый Владимир Владимирович, мы можем одно из двух. Либо безгранично увеличивать расходы на войну, либо увеличивать финансирование всех остальных программ. Вот, и, собственно говоря, весь прирост номинальных расходов бюджета 2024 года, он потрачен между увеличением военных расходов, увеличением социальных расходов, это, в первую очередь, пенсии и пособия нуждающимся, и выплат, совсем немножко, там, это рост платежей, процентных платежей по государственному долгу. Все остальные статьи расходов федерального бюджета, они не выросли, они остались прежними в номинальном выражении. То есть, с учетом инфляции, они обесценились, там, на 7%. Я что-то не слышу воплей, криков ни по Руси Великой, ни из министерских кабинетов, ни от госпредприятий, ни от госбанков, что нам стало плохо жить, что нам не хватает бюджетных денег. Вот их всех, помните, такое было модное слово секвестр, вот их фактически всех секвестрировали, там, на 7% в реальном выражении, и молчат. Ну, вот, соответственно, дальше у Путина стоит вопрос, можно ли так еще один год прожить? Можно ли, там, в 2025 году опять увеличить расходы на войну, и при этом, там, на 5, на 7, на 8% в реальном выражении обесценить расходы на всю остальную экономику? У меня есть сильное подозрение, что можно, да, что никаких политических протестов, экономических протестов, криков директоров госпредприятий, что караул, грабеж, мы банкроты, нас мы разорены, их не будет. Вот, поэтому, как-то мне кажется, что пока, пока, вот, точно совершенно никаких серьезных бюджетных проблем Владимир Путин не испытывает, их даже не видно на горизонте. Проблемы с бананами, как ударят по россиянам? Или мы начнем выращивать свои бананы, и все будет хорошо? Ну, зачем же так? Проект по выращиванию бананов, его, как минимум, надо разработать. Вот, и если вспомнить, что во времена Екатерины II по Санкт-Петербургам выращивали арбузы и дыни в теплицах, ну, в общем, может быть, кто-то достанет чертежи, достанет архивные материалы, вот, и на родине Владимира Путина построить теплицы по выращиванию бананов. Чем черт не шутит? Тем более, что сегодня у Газпрома газа хоть отбавляй, можно, вместо того, чтобы на Северный поток, который закрыт, можно отправлять на отапливание теплиц, вот, и поднять температуру до любой, при которой бананы будут созревать. Наверное, да, но я не специалист по бананам, но понимаю, что на отопление теплицы газа у России хватит. Вот, но насколько я понимаю, что в любом случае, вот этот вот конфликт с Эквадором, он приведет к тому, что бананы подорожают. То есть, они подорожают либо потому, что их будет меньше, а спрос на них очень высокий, как это ни странно звучит, но в денежном выражении, хотя бананы, в общем, не самый дорогой фрукт, овощ, да, как это правильно назвать, я уже не знаю, кто он, трава, банан вообще трава, наверное, да, вот травка, вот, то расходы на покупку бананов, они больше всего занимают в корзине покупок российским населением фруктов, да, то есть порядка 20%, там, чуть больше 20%. Вот, соответственно, если бананов будет меньше, они подорожают. Если вместо эквадорских бананов поедут бананы из Вьетнама или из Индии, ну, они будут мельче и дороже, да, то есть, вот, а поскольку они мельче, то соотношение шкурки и внутреннего содержания будет в пользу шкурки. То есть, платить будут за шкурку, а есть будут меньше. Ну, в общем, так или иначе, я опять, вот мы возвращаемся к теме устойчивости российской экономики, да, вот любые проблемы, там, с недопуском яблок, с недопуском бананов, с параллельным импортом, это все оборачивается инфляцией, да, это все оборачивается тем, что товары дорожают. Ну, и дефицита не возникает, да, то есть вопрос, что будет с бананами, они будут, но они будут дорогие. Банановый кризис, тяжелая страна. Да не будет кризиса, Лиза, не будет кризиса, да, вот, ну, я даже думаю, что Владимир Путин не будет высказываться, вот как яйца начали дорожать куриные, да, так он зачем-то взял и начал эту тему раскручивать, и вся страна возбудилась, да, вот. Ну, я думаю, что про бананы Владимир Путин точно не будет произносить никаких речей, тем более, что, наверное, ему объяснят, что, как это, выращивать их в России пока мы не готовы. Если вот там триллиона три дадут, то, может быть, и готовы. А ведь говорил Путин пару лет назад, по-моему, про бананы, когда его на какой-то прямой линии, что ли, спросили, почему морковь стоит дороже, чем бананы, он сказал, что нужно разобраться, и бананы после этого подорожали. До уровня морковки, да, да, да. Еще комментарий экспертов, что это может повлиять на наркотический рынок, потому что вместе с бананами в этих ящиках, как пишут эксперты, завозят кокаин. Теперь, если из Эквадора они будут везти бананы, соответственно, и кокаин везти тоже не смогут. Это ведь, наверное, хорошая новость. Предлагаю отложить ее в сторону. Думаю, что торговцы наркотиками найдут способ привезти кокаин из Латинской Америки каким-то другим способом, ну, например, на российских дипломатических самолетах, на дипломатической почте. Вот. У них опыт богатый, вот, поэтому за них можно не беспокоиться. Доходность торговли наркотиками настолько большая, что они могут себе позволить найти другие логистические цепочки. Ну, хоть что-то остается стабильным в нашем неспокойном мире. Но тоже подорожают, да, ведь сегодня, если с бананами, то это одна цена, а если помезут другой цепочкой, то будет, да, опять инфляция. Ну, а дефицита не будет, да, вот это точно совершенно. Тут еще Владимир Путин сказал, что российские ученые вплотную подошли к созданию вакцин против рака. Это что за передаваемые медицинские технологии, или это вот из той же оперы, что исторические справки Владимира Путина? Товарищ Сталин, вы большой ученый. В языкознание знаете вы из толка. Я боюсь спорить с Владимиром Путиным, потому что у него уже были и там назальные вакцины, и гибкие планшеты. Ну, чего у него только не было. Но Россия известна же, что она родина слонов и гейзеров. И мы вообще первооткрыватели всего, чего только можно. И можем произвести то, чего весь мир не производит и никогда производить не будет. Ну, или там не собирается производить. Понятно, что рак является одним из таких серьезных заболеваний. И в разных странах мира тратится сотни и десятки миллионов долларов, миллиарды долларов на поиск решения этой проблемы. Я не слышал, чтобы в России тратились миллиарды долларов на решение этой проблемы. То, что Путину могут продать вакцину от гриппа, так же, как ему продали вакцину от ковида, за которую люди, которые утверждали, что это вакцины, получили хорошие доходы. Вот, я не сомневаюсь. Но Путин доверчивый, и ему хочется потрясти мир какими-то неимоверными открытиями. Вот, понимаете, во всем этом... Мы опять возвращаемся к теме, что во всем этом отражается такой безусловный, бесконечно низкий уровень базового образования Владимира Путина. То есть, у него отсутствует мыслительный аппарат для реалити-чек. Вот, проверить, это вообще может соответствовать правде или не может соответствовать правде. То есть, ему принесли справочку. Там, какой-то генерал или министр положил, или там, академик, который отвечает за финансирование Академии наук у нас. Вот, да, и он говорит, о, год, отлично. Ну, мне же сказали, мне же доложили, что это так. Не верите? Вот я вам тоже эту справочку могу показать. Только не возьми, не забудьте взять ее с собой. Вот, ну, если человек доверчивый, если у него отсутствует критическое мышление, если, кроме как вот этому академику, он больше никому не доверяет в этом вопросе, ну, он может нам говорить всякую ерунду. Да, ведь опять, там, вы же правильно сказали, что в этом интервью с Тайкером Карлсоном он столько всего наговорил, да, вот, что думаешь, елки-палки. Ну, откуда вот у человека вся, вот, кто ему навешивал этой лапши, и вот почему он этих людей не расстреляет, да, просто за то, что они ему врут. Ну, все бывает. Да, так же, как с картинами на 2 миллиарда долларов, да, ведь ему сказали, что Владимир Владимирович, другого варианта нет. Может, тот написал справочку, что завещать в пользу Российской Федерации невозможно. Он же поверил и согласился, да, там, принять завещание, чтобы оформили завещание на него лично. Ну, отверг, ясняется, что фальшак. Ну, так же и с вакциной. Ты подумаешь, там еще, там, пару десятков миллиардов рублей выделят на разработку вакцины, а потом, знаете, как-то, ну, не ж могла. Еще по поводу импортозамещения и, в принципе, импорта на треть могут подорожать иномарки, во всяком случае, так считают некоторые участники рынка, и причина в запуске со странами Евразийского Союза новой системы. А зачем эта система, зачем властям вот это подорожание автомобилей? Социализм — это учет и контроль, сказал Владимир Ильич Ленин. Вот, Владимир Владимирович Путин идет по этому же пути. Он считает, что вот самое главное — все контролировать и все знать. Я так понимаю, что вот весь этот параллельный импорт, он идет неким образом в обход тех систем контроля, учета, которые созданы Министерством промышленности, а там всякие утилизационные сборы или еще чего-то, да. И, в общем, хочется взять под контроль денежные потоки. Потому что вот если машины, ввозимые из Евразийского Союза, подорожают, то, значит, в разницу кто-то должен получить. Но если сегодня все довольны, вот сегодня доволен производитель этих автомобилей, которые находятся где-то в стране Евразийского Союза, сегодня доволен потребитель, который в России готов заплатить эти деньги, и у них друг к другу претензий нет. А если вдруг цена автомобиля вырастает на треть, ну, я, во-первых, думаю, что количество потребителей снизится. Во-вторых, я не думаю, что это требование производителя, потому что сегодня его нынешняя цена удовлетворяет. Если бы ему не нравилась нынешняя цена, он бы не продавал ничего в России. Ну, значит, эта дельта кому-то достанется. Да, вот, собственно говоря, к вопросу, почему здесь все случится. Ну, потому что можно создать дельту из воздуха, и эту дельту поделить между собой. Ну, может быть, немножечко отдать государству. В этом весь интерес состоит, да, что как бы создать денежный поток в корыстных интересах. После вторжения российских войск в Украину российские власти запретили нерезидентам продавать принадлежащие им российские финансовые активы, то есть акции, облигации. А покупать можно только на те деньги, которые уже есть в России. Вот. А поскольку, видимо, судьба Яндекс.Банка завязана с судьбой компании Яндекс, которую собираются делить на российскую и иностранную часть, то возникает вопрос о том, что кто-то из иностранцев, кому-то из иностранцев может достаться часть Яндекса, банка, а кому-то кто-то должен будет продать. Ну, короче говоря, количество их может исчисляться там десятками, сотнями, тысячами, у которых там по одной акции, по две акции, по пять, по десять. Ну, чтобы российская правительственная комиссия, которая должна давать разрешение на каждую сделку для иностранцев по продаже российских активов не загнулась от бессилия, не перетрудилась, ну, решили, да, слушайте, Яндекс.Банк, кому он нужен, кому он интересен, пусть они не продают все, что хотят, ну, то есть все эти акции. Вот, на самом деле, это абсолютно такое рациональное, с точки зрения российской бюрократии, решение. Уж если решили поделить компанию Яндекс, ну, зачем блокировать сделки с акциями подконтрольного банка? Ну, пусть пройдут. Какая удобная и интересная схема. Я ждала чего-то более интригующего. Тут еще Юрий Борисов, это глава Роскосмоса, сказал, что внезапно нужна конкуренция, нужны рыночные условия, и тогда наша космическая отрасль будет преуспевать. А так шансов особых нет у наших технологий. Внезапно ничего не предвещало, а тут выясняется, что, оказывается, нужна рыночная экономика. Кто его за язык тянул? Как-то, мне кажется, он не в традиционные ценности сейчас уходит. Ну, мне тоже кажется, вот не заболел ли, не заболел ли Юрий Борисов, потому что как раз вся идеология российского правительства, вся идеология Владимира Путина, там, последние 15 лет, ну, 12 лет, наверное, да, с 2012 года, она состояла в том, что в российской космонавтике не должно быть никаких частных компаний, никакого частного интереса. А единственным заказчиком, которым, исполнителем и проектировщиком могут быть только государственные экоструктуры. Потому что если разрешить всяким частным компаниям создавать не пойми чего, то будут запускать спутники, которые будут делать неизвестно что, фотографировать неизвестно для чего, передавать информацию неизвестно кому. Одним словом, все секреты нашей великой родины, они быстро будут распроданы. Вот, и, собственно говоря, там, те немногие российские компании, которые работали в этой сфере, начиная с самой интересной, это Даурия и Михаила Клакорича, собственно, они все были вытеснены из этого сектора, и им категорически было запрещено, ну, то есть частному бизнесу категорически запрещено работать в этом сегменте. Вот, с учетом того, что после 24 февраля Россия находится под санкциями, никакого международного сотрудничества, в том числе и в космонавтике, уже быть не может, да, то, ну, в общем, конечно, хорошо бы, хорошо бы, с точки зрения руководителя Роскосмоса, подтянуть качество продукции, да, но и хорошо бы подтянуть российских частных инвесторов, у которых говорят, и денег много, чтобы они чего-то создали. Но ведь это же космос, так же, как любой другой сектор, сегмент экономики, он же не растет по приказу, да, вот там же нельзя взять, не знаю, там, Олег Первого, Потанина, Фридман, искать, ну-ка, быстро вложили по миллиарду, и как Илон Маск создали там, по SpaceX, и будет у нас Space A Олег Первого, да, Space F Фридмана, Space P Потанина, и дальше по всем буквам российского алфавита. Нет, P нельзя, P это у нас только Путин. Значит, Потанина вычеркиваем, а, он будет на 100, VO, XVO, Space VO, Владимир Олегович. Вот. Ну, короче говоря, вот, и после этого они все побежали, и что-то такое начали придумывать. Ведь конкуренция, она вещь хорошая, правильная, но космический рынок, он глобальный. И он, ну, там, не знаю, в мире, там уже достаточно большой, десятками миллиардов долларов исчисляется. И на этом рынке конкурируют американские, европейские, индийские, китайские компании, японские компании. И вот тот сегмент, в котором там Россия традиционно сильна и пытается, пыталась надувать щеки, это сегмент запусков, ну, он, в общем, на самом деле занимает не более 5% от всего этого космического рынка. Да, то есть, вот Россия, она была конкурентоспособна на таком, на маленьком сегменте, а вот этот, он, все, весь и остальное, что называется, за исключением запусков, создания спутников, получения информации, продажи информации. Вот, вот Россия там практически отсутствует, потому что вот туда, как раз российское правительство во главе с Владимиром Путиным никого не пускало. Поверить, что сейчас можно создать что-то конкурентоспособное, будучи абсолютно изолировано от международного сотрудничества, от участия в международных проектах, от поиска международных партнеров, ведь, не знаю, там многие из наших слушателей, кто-то там, особенно те, кто живут в Москве, они же были на ВДНХ и видели вот этот вот спутник, да, первый, который, шар такой. Ведь он, почему шар? Ну, потому что в нем нужно было, там, сказать, ламповые приборы разместить, да, с тем, чтобы там был вакуум, нужно, так сказать, они были большого размера, а сейчас же, в принципе, можно делать все на микросхемах, которые, ну, вообще говоря, могут летать, что называется, без защитного купола, да, им вот этот вот вакуум, оболочка вокруг, там, практически не нужна, и все эти спутники, все современные спутники, они могут быть достаточно маленькими, микроспутниками, но не все, конечно, а многие, да, и здесь, ну, опять, не имея современной электроники, ну, в России, российским, там, Олег Первого, Фридмана, Ботанина и дальше по списку, кого заставят заниматься этими программами, ничего не светит, вот, поэтому как тезис, что развитие космической индустрии в России может, в принципе, состояться только в условиях конкуренции, это правильно, вот, но, жалко, что Юрий Борисов не сказал это лет 10 назад, да, ну, правда, он тогда, по-моему, комиссию по вооружению что-то возглавлял, да, вот, он там вице-пример, я не помню, в 18-м году стал, вот, ну, короче говоря, время, как-то поздно рая пить боржоми, потому что создавать частный сектор, создавать конкурентоспособные предприятия в космической индустрии нужно было 12 лет назад, сейчас, ну, знаете, как, правильно, поспорить с ним очень тяжело, но другое дело, что сделать ничего нельзя, в нынешней ситуации в России, может вообще забыть про свой космический сектор. Тут еще численность пенсионеров у нас сократилась на 700 тысяч человек за 23 год, такие данные предоставил социальный фонд, это не из-за того, что все пенсионеры умерли, а из-за того, что у нас отсутствие притока новых пенсионеров, как раз плановый прерыв в назначении пенсии по старости, в рамках пенсионной реформы, можно оценить, насколько это выгодно для экономики, насколько это стоило всех этих изменений в пенсионном законодательстве? Ну, я затрудняюсь сказать, насколько это выгодно для экономики, потому что оставлять на работе, поверить, что вот эти 700 тысяч человек, которые не вышли на пенсию, они являются исключительно производительными, такими работниками, и что их производительность труда, ну, как минимум, на уровне средней по экономике, наверное, крайне тяжело. Вот разные есть люди, и, ну, если очень общее говорить, да, то, конечно, то, что в экономике осталось 700 тысяч человек, которые что-то производят, ну, в принципе, это какой-то плюс экономики дают, да, там, с учетом того, что рабочая сила в Российской Федерации вся составляет, там, порядка 75 миллионов человек, то 700 тысяч, ну, это 1% рабочей силы, да, вот, ну, дальше можно строить разные гипотезы, ну, то есть, очень грубо, если каждый из вот этих несостоявшихся пенсионеров, которых заставили работать дольше, работает с производительностью, ну, очень грубо, там, 50% от средней по экономике, то, значит, от того, что вот эти 700 тысяч человек остались работать, они ушли на пенсию, Россия получила дополнительный рост ВВП на полпроцента. Много это или мало? Ну, с точки зрения того, что там весь экономический рост в России исчисляется там 2-3%, то, в принципе, полпроцента, это очень даже такая солидная величина. Вот, но кто точно стал бенефициаром пенсионной реформы, точнее говоря, не реформа, а повышение пенсионного возраста, ничего другого там не случилось, ну, вот, это, Минфин, потому что Минфин практически, у Минфина практически перестали расти дотации на сбалансированность пенсионного фонда, да, то есть, если до 18-го года, до начала, вот этого периода повышения пенсионного возраста, каждый год Минфин тратил на дотации пенсионного фонда все больше, больше и больше, то сейчас вот этот рост дотаций прекратился, и если идут дотации, то только в том случае, если какие-то неочередные выплаты или неочередная индексация идет по решению Путина. Вот, поэтому, конечно, ну, как сказать, да, если с точки зрения экономики в целом, там, и Владимира Путина, полпроцента ВВП на дороге не валяются, ну, а самое главное, что вот те люди, которые проталкивали пенсионную реформу в повышении пенсионного возраста, Минфин, ну, они точно совершенно получили те результаты, на которые рассчитывали, они сэкономили очень сильно. Еще из-за того, 23-го года, россияне впервые за 6 лет стали меньше сбегать в наличной валюте, во всяком случае, так пишет РБК, по итогам статистики Центрального банка, я не очень понимаю, как это работает, мне кажется, что сейчас, в период нестабильности, люди, наоборот, должны как-то снимать наличные, потому что банкам-то люди не доверяют, прятать их под подушку и на них сидеть. Лиз, я пропустил эту новость, там речь идет о валюте иностранной или российской? Да, здесь про объем иностранной валюты. На самом деле же, как это, вот к вопросу о Блумберге, там Блумберг что-то написал, и я же сказал, что там через 3 дня все забудут. А здесь все забыли, что в марте 2022 года, то есть почти 2 года назад, Центральный банк запретил коммерческим банкам выдавать наличную валюту со счетов россиян, против России были введены санкции и был введен запрет на ввоз новых банкнот долларовых и евровых на продажу банкнот российским банкам, то есть количество наличной валюты на руках российского населения, вот в целом, не население, а в целом в экономике, то есть у людей на руках, и в хранилищах банков оно заморозилось по состоянию, я не помню, какое-то там число, марта 2022 года. И вот с тех пор люди, у которых были валютные депозиты, которые лежали до какого-то там, 8 или 10 марта 2022 года, они могли получить 10 тысяч долларов наличными, снять с банка, получить из банка и не больше. То есть если вам повезло, у вас было там 100 тысяч долларов, то 10 тысяч долларов вы сняли, а вы до этого каждый год брали 10 тысяч долларов, подарки сделать на Новый год, или еще что-то, то в 22 году все дело закончилось. И в 23 году, когда вы пришли в банк и сказали, а дайте мне мои очередные 10 тысяч долларов, которые мне достались по наследству от бабушки, он говорит, слушайте, девушка, вы уже все свое получили. Вот указ, нет, даже не указ Путина, это же на самом деле какая-то цедулька, подпись, письмо, если я помню правильно, это было письмо за подписью первого зампреда Центрального банка Дмитрия Тулина, которое не ссылалось даже ни на какое решение Совета директора Центрального банка. То есть там не было никакого решения, вот не формально, юридически не было никакого решения, ни решения комитета банковского надзора, ни Совета директора Центрального банка, ни приказа по Центральному банку. Вот было просто письмо, попробуйте, хоть один банк, это письмо, это решение не выполнить. Вот, собственно говоря, а если банк не выдает наличные доллары, евро, ну а откуда же им взяться? Поэтому и количество, вот валюты, которые, а Центральный банк, он считает, ну, собственно, вот оценка, которую дает Центральный банк, она, ну, как сказать, она сухая, пагматика. Если вы знаете, что у вас количество ввезенной в страну валюты равно нулю, то есть нельзя официально, банки не могут ничего официально ввести, значит, все остальное, это вы просто запрашиваете банки, которые вам говорят, вот столько валюты к нам население сдало, столько мы ему выдали. Посчитали результат, получился такой. Ну, то есть, причина она в другом. Причина это решение Центрального банка за подписью Дмитрия Тулина от марта 2022 года. Я тут сейчас увидела комментарий Дмитрия Пескова, свежий, который сказал следующее, далее цитата. Специальная военная операция началась как операция против Украины, со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Война, когда страны коллективного Запада во главе США напрямую вовлечены в этот конфликт, и так он объясняет, что война может идти больше планируемого. Я что-то не поняла, у нас что, официальная война с коллективным Западом или Песков, как тогда выразился, Путин, пугу несет? Ну, на самом деле, если вспомнить и перечитать заявление Путина 24 марта, когда он ввел российские войска в Украину, начал военные действия против Украины, то он там сказал примерно то же самое, только другими словами, что страны Запада перешли, вот сегодня они перешли красную черту, поэтому мы отвечаем. Красную линию. Да, ну, собственно говоря, и тогда Путин не скрывал, что эта война идет, что он воюет с Западом, а Украина это просто место поля боя. Вот, мне кажется, что это заявление Пескова, комментарий, ну, он как бы для тех непонятливых американцев, которые прослушали интервью Путина Такеру Карлсона, они так и не поняли, кто с кем воюет, потому что у Путина это все так-то, настолько от Рюрика и дальше там до Дональда Трампа, и, в общем, разобраться было очень сложно. С кем же вы, да, и, собственно, если воюем с Рюриком или воюем с Украиной, то почему нужно договариваться с Западом, да, вот. Ну, и здесь, чтобы не было никаких сомнений, Песков разъяснил, что, вообще говоря, план военной операции был в том, чтобы за, там, две-три недели захватить Киев и сменить власть в Украине, но с тех пор наши планы, как это, война, план покажет, да, планы переменились, и теперь мы, ну, чтобы объяснить планы, новые военные планы, теперь мы воюем с Западом, да, и вот цель войны бесконечная война, то есть, очень-очень хорошо понятно, и все эти разговоры о том, что через три года в России там что-то закончится, через три года Россия не сможет воевать, ну, Песков объяснил, что с Западом мы готовы воевать сколько угодно. А еще Россия все еще готова со всеми договариваться, готова вести конструктивные переговоры и вообще хочет мира. Ну, послушайте, это же тоже, в общем, ничего удивительного нет, да, потому что войны начинают генералы, заканчивать политики, поэтому, ну, захотите, захотите закончить войну, присылайте своих политиков к нам, на наших условиях мы готовы договориться, да, ну, в Крайме мы готовы немножечко уступить, конечно, когда понимаем, что у вас тоже есть какие-то свои интересы, например, какую-нибудь деревню Семеновку или что-нибудь еще, мы вам готовы, села Семеновка, в Украине деревень нет, есть села Семеновка, готова вам отдать, ну, или еще что-нибудь такое, еще пару сел, может быть, в придачу. Вот, нет, ну, компромисс, да, конечно, но, если хотите закончить войну, да, потому что вы на нас напали, вы перешли красную линию, не мы перешли красную линию, а вы перешли красную линию, поскольку вы ее перешли, вы должны признать, что вы совершили ошибку, Если вы не хотите больше воевать, мы готовы. Мы воевать хлебом не корми. У нас экономика из-за этого начала расти. Вы выделили Украине 100 миллиардов долларов за два года войны. И ваша экономика этого и не почувствовала. А вот мы выделили нашей экономики. И у нас, смотрите, как прет изо всех щелей экономика. Никак остановить не можем. Она все раскручивается и раскручивается. Все быстрее и быстрее растет. Скоро китайскую экономику по темпам просто будем обгонять. Поэтому, да, нам, знаете, что воевать, что там, это самое, готовое, сколько угодно. Не хотите мира, будем воевать. Хотите мира, будем договариваться. Что думаете по поводу публикации Рейтера, которые писали, что Москва предлагала Соединенным Штатам в декабре заморозку конфликта в Украине, но США это предложение отвергли. Правда, уже и Москва, и США сказали, что ничего такого не было. Но тем не менее, какая вероятность, что подобные переговоры действительно ведутся между Америкой и Россией? Олег, я готов утверждать, что никаких переговоров не ведется и не велось. А как это называется на дипломатическом языке, мы сообщили нашу заинтересованность по таким неофициальным каналам. Ведь на самом деле, если предположить, что вдруг когда-то Украина или Америка или Украина с Америкой захотят договариваться с Путиным, или Путин решит, что все, больше воевать не могу, не хочу и нужно немедленно заключать мир, то это же не будет выглядеть в форме телевизионного обращения 24 февраля, когда Путин включает телекамеры и говорит, уважаемый президент Соединенных Штатов Джо Байден, обращаюсь к вам с предложением начать переговоры. Так никогда не бывает. Так же, как там Карибский кризис, встретились с журналистами, передали информацию, не хотите ли вы, вот мы там на таких условиях. Вот то же самое здесь. Здесь сказать, что Россия, Кремль, Путин, спецслужбы никаких контактов с американскими представителями не поддерживают, это неправда. Но это может идти через какого-нибудь французского журналиста, работающего, например, в Эфиопии или в Судане, или в Турции. Потому что там российская, как вы знаете, Путин вот знает, что Такер Карлсон хотел поработать в ЦРУ, а его не взяли. Но он также знает, что какой-нибудь французский журналист, работающий в Эфиопии, в Судане или в Турции, имеет связи с французской разведкой. А французская разведка, если что-то сказать правильно, то она обязательно это дело передаст в американскую разведку. Вот, поэтому все эти, вот, да, потом в случае чего можно всегда сказать. Вы знаете, а наш журналист, который с вашим, там, российский журналист, который общался с французским журналистом, но он выпил слишком много, или у него там голова заболела, он что-то не то, понес пургу. Да, и поэтому не обращайте на это внимания. Вот, поэтому сказать, что вот переговоров точно не было. Да, то есть мы все понимаем, что никаких переговоров не велось. И, судя по всему, по состоянию на сегодня, хотя и Кремль, и Киев, и Вашингтон, и Берлин, и Париж, все хотели бы, чтобы война как-то закончилась, но видение того, в каком виде она должна закончиться, на каких условиях, настолько разное, что никаких компромиссов никто выстроить не может. Вот, поэтому и переговоров нет. А то, что какие-то контакты ведутся, и какие-то идеи пробрасываются, а вот вы, мы вам, а давайте, а что если мы вам это, вы нам это. Да, ведь, смотрите, переговоры по обмену пленными, они же ведутся, ведутся. И мы о них ничего не знаем. Но как-то вот так или иначе общаются, договариваются, обмениваются. Вот, поэтому сказать, что никаких контактов нет, это неправда. Ну, и никаких официальных переговоров нет, это тоже правда. Спасибо огромное. Сергей Александрович, в программе «Цена вопроса» на «Живом Гвозде». Всем спасибо и всего доброго. До свидания, всего хорошего, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»